Солочинский мост для рязанцев уже своеобразная притча во языцах. Скандальный ремонт завершили два года назад, но покрытие по-прежнему в изъянах. Суперсовременное полотно, говорят, сточилось. Теперь заказчик и подрядчик, кто из них прав, выясняют в суде. А для рядовых рязанцев получается, как у классика. Он украл или у него украли, уже не важно. Все это как одна большая неприятная история. Качество моста совершенно отвратительное. Выбойны появились практически моментально. Качество покрытия оставляет желать лучшего, потому что машина скользит просто, едя по прямой. Ее сдувает даже просто ветром и легковой, и грузовой любые. Может покрытие там какое-то было, но оно все сползло. Буквально просто там через несколько месяцев оно сползло. Может быть там не рассчитано было на тоннаж. То, что грузовики, дорога-то магистральная, идет в другие области, транзитные потоки проходят. Видимо, просто не рассчитали, может быть, саму толщину покрытия, и оно сползло, и получилось, что стало хуже, чем было. Просто установить знаки и развесить камеры оказалось спорным решением. Полотно от этого не наросло, только штрафов стало больше. За, скажем так, вероятно, некачественный ремонт моста сегодня платят автолюбители. Суд играет в длинную, подрядчик подал встречный иск на заказчика. Ну а пока барины спорят, у холопов трещат не только чубы, но и капоты автомобилей. Недавняя авария в 11 разбитых машин венчала странную паузу в решении вопроса. Альтернативой Солочинскому мосту может стать Дитьковская эстакада, о которой уже вовсю судачат думские фракции. Есть даже картинка и новость о миллиарде на это из федеральной казны. Сроков еще нет, но пока виртуальный Акведук до Дубровичей точно разгрузил бы эту израненную ветку. Это голос улиц. Уже, на мой взгляд, однозначно, потому что здесь даже при нормальном функционировании в летний период сложно бывает. По пятнице, не дай бог, какая авария, там пробка в одну сторону или в другую сторону, так круиза сюда Есенина встает, я там живу с той стороны. Понятно, что Солочинский мост сегодня как больное дитя без присмотра. Ран у него все больше, они не затягиваются и сами вряд ли зарастут. Миллиард на новый мост, возможно, пригодился бы и здесь. Местные автолюбители этому точно были бы рады. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».